МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Энтони Хиггинс, Патрик Кэссиди, Николас Грейс, Джейн Лопатер. В фильме также снимались Юлием Лакинг, Жан-Пьер Стюарт, Джон Викери. А также Ли Тейлор-Янг, Айона Скай и Энтони Перкинс. Музыкальная тема Билла Конти. Композитор Джеральд Фрид. Оператор Жан Турнье. Музыкальная тема Билла. Музыкальная тема Билла. Музыкальная тема Билла. Режиссер Ричард Хефрэн. Музыкальная тема Билла. Музыкальная тема Билла. Музыкальная тема Билла. КОНЕЦ Уехала. Сбежала с ним. На мне проклятие, Буриен. Я словно обломок, подброшенный в небо. Все отсюда вынести. Все. Все, что напоминает о ней. Субтитры добавил DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Бонапарт! 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 Я знаю, что ты здесь. Я знаю, что ты здесь. Ты здесь, я знаю. Открой дверь, пожалуйста. Прошу. Умоляю тебя. Прости мне все мои прегрешения, каковы бы они ни были. Прости. Уходи. Я люблю тебя. Я тебя не изменяла. Не верим. Я не изменяла. Шарль, ничего для меня не значит. Нет, уходи. Нет. Нет. Мама, не плачь. Оставь меня. Нет. Нет. У тебя совсем нет стыда. Нет. Нет у меня стыда. Тогда я сам уйду. Нет. Я не отпущу тебя. Я тебя люблю. Мама. Отец. Отец. Это я, твой сын. Отопри дверь. Отопри. Отопри, отец. Папа. Отопри, слышишь? Отопри немедленно. Дворец Тюнери. Здесь стояли остатки швейцарской гвардии. Толпа разорвала их на куски. Свиньи. Я прятался на чердаке и видел, как они вывели короля Людовика, Марианту Анетту и детей на балкон, чтобы чернь забросала их дерьмом. Придет День Возмездия. Мы восстановим монархию. Я жизни не пожалею. Куда мы едем? Королевский дворец. Я не знала, что ты любишь музеи. Я люблю дворцы. Очень люблю. Корсиканец. Бонапарт. Опасный тип. Очень опасный. Парадное зало. Здесь принимали великих и могущественных овейных славой коронованных глав Европы. Ты говоришь, как рейлист, Бонапарт. Постой. Главное блюдо еще впереди. О такой спальне можно только мечтать. Ты что? Подойди. Как ясно и должны сниться в такой постели. Не здесь. Почему? Это наше спальне. Ты с ума сошел? Это наш дом. Барас говорит, я слишком молод, чтобы войти в директорию. Теперь Барас и его друзей заменят консула. Это будет резиденция первого консула. Твоего мужа. И когда это произойдет? Сейчас. Генерал Мюрат уломает совет старейшин. Другие мои помощники договорятся с Барасом. Теперь правительство в полной моей власти. Проходи. Все вон отсюда. Здесь резиденция первого консула республики. Ты что? Куда ты меня тащишь? Выйдем на балкон и объявим народу, что зачали наследника. Проходи. Все вон отсюда. Прочь от резиденции первого консула республики. Наши гости расходятся. Проходи, проходи. Вон отсюда. Пошли все вон. Я должен покинуть Францию, Дрюмон. Если меня схватит, все дело пойдет праком. Придется тебе и маркизу де Пудре провести операцию без меня. Осечки быть не должно. Если мы хотим восстановить монархию, Бонапарт должен умереть. Ты их знаешь, Маршан? Да, знал. Это было давно. Очень давно. Мне страшно. Не бойся. Тебя никто на свете не тронет. Ты жена Бонапарта. Никто не посмеет. Бонапарта. 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 Чуть приподнять подол, перекроить лифт по моде, подрумянуть щеки, и месье Обер будет в экстазе. Я опять беременна. От месье Обер? Вероятно. Тереза, ты такая счастливая. Подбросьте дров в огонь, да побольше. Дамы нынче так раздеты, что наверняка озябли. Жозефина, пойдем встречать гостей. Ты не поздоровался с Терезой. Идем. За что ты ее обидел? Ей тут не место, ее нельзя пускать в приличное общество. Четверых детей я родила и не знают от кого. Ты слишком строг, не Бонапарт. Довольно. Прибыл гражданин Талеран. Талеран? Терезу принимать нельзя, Талерана можно? Он тебе не друг, Бонапарт. Он никому не друг, кроме Талерана. Но он мне нужен. Без него мне бы не бывать первым консулом, и мы бы с тобой не жили во дворце. Будь полюбезнее. Гражданин Талеран. Гражданка. Госпожа консульша. Ваша милость. Позвольте вам представить госпожу... Гранде. Весьма рада. Я вспотела. Да, Ваша милость. Здесь вдруг стало слишком жарко. Если дамам нравится ходить полуодетыми, их надо согреть. Здесь так жарко, что я хоть сейчас разденусь догола. Начнем. Подождите, мы с господином министром отойдем. Господин министр. Мы уже встречались, мадам? Если вы любите ходить по лавкам, то возможно. Спасибо. Простите. Гостям не дозволяется проходить во дворец с животными. Кто? Это дворец моего брата. Я Луи. Бонапарт. Он вас не взлюбил. Наши собаки не любят Бонапартов. Смотрите, как бы брат вас не услышал. Ух! Она очень мила. Да, в ней есть свое очарование. Вполне годится в супруге. На мой взгляд. В супруге? В министре иностранных дел нельзя довольствоваться любовницами. В интересах международной политики. Это необходимо. На мой взгляд. В супруге. Воля ваша. Прошу извинить мои колебания. Не иначе эта жара меня смутила. Для умеренного климата требуются умеренные дамские наряды. Как обычно, я донесу ваш совет до всех слоев общества. Ваша милость. Не угодно ли вам стать моей женой, мадмажель? Вы верно любите шутить? Да. И тем не менее. Вы позволите пригласить вас на танец? Нет. Мне доводилось танцевать с Бонапартами. Я не учитель танцев. Что вы сказали? Гортензия? Это моя мать. А вы... Гортензия? Так мы родственники. Хотя и не по крови. Хорошо. Боюсь, неудобно танцевать с собакой. Давай собаку, я подержу. Цветок лилии. Монархисты. Мои предшественники. Им бы скорее подошел английский флаг. Ведь за ними стоят англичане. Поддерживают, подкармливают, подстрекают. Обыскать парк. Смерть тирану Бонапарту. Музыканты! Играйте! Наконец-то свежий воздух. Кто его бросил? Быть может, десница Божья. Я шучу, разумеется. Скорей! Скорей! Обыскать парк! Чтоб мышь не проскочила! Скорей! 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 Превосходно. Епископ передаст архиепископу, архиепископ кардиналу, а кардинал доложит папе. О чем доложит? Первый консул Франции жаждет примирения с римской церковью. Конкордатор. Неужели это в твоей власти? Пока нет. Но будет. Это надо исправить. Мать была права. В глазах Ватикана ты мне не более чем любовница. Ты, как всегда, была неотразима. Приятно будет посмотреть, когда Гортензия и твой брат Луи обвенчаются в церкви. Он просил ее руки. Они ждут твоего благословения. Луи и Гортензия, да она ему дерзит при каждой встрече. Потому что влюблена. Ах, женщина. Она чересчур молода. Да и он еще не оперился. Наша кровь, Бонапарт. Твоя и моя. Я благословлю их. Спасибо, что подарила мне Гортензия. На ваших агентов можно полагаться, Фуши? Лучшие в Европе. И вам это известно. Они служили Бурбоном, Республике, а также Австрийцам и Пруссакам. Согласие правительства, разумеется. Разумеется. Станут ли они служить первому консулу? Они повинуются мне. Прекрасно. И что они унюхали на сей раз? Зреет роялистский заговор. Пока не удалось узнать, кто и откуда им управляет. Роялисты достойно умирают под пыткой. Главное сейчас охрана первого консула, когда он появляется на публике. Скоро в память о жертвах итальянской компании в опере состоится премьера Ораторий и Гайдена. Я буду уведомлять вас о прочих мероприятиях. Ваша жена очаровательна, гражданин. Кто? Ваша жена. Ах, да, разумеется. Ваша жена тоже очаровательна, Фуши. Это не жена, любовница. У меня нет жены. В таком случае вы вдвойня счастливец, гражданин. Отсюда мы сами доставим. Будьте осторожны. Тут поруку хватит, чтобы всю площадь снести. Само собой. Стань так, чтобы тебе была видна карета Бонапарта с улицы Дакс. По твоему сигналу я запалю фитиль. Нет, Мэри, длинную нитку. Мы едем в оперу. И опаздываем. Ты долго будешь копаться? Пока не буду готова. А твой муж где? Он не любит оперу. Будь это оправданием, я бы тоже остался дома. Представь, папа, теперь ты мне и отец, и деверь. И оба опаздывают. Поезжай вперед, мы тебя догоним. И поеду. Поезжай. Мы будем слушать сотворение мира. Бьюсь в заклад, Гергайден, сотворил его быстрее, чем эта женщина сотворит свой туалет. Езжай. Женщины просто святые. Да, Луизана, самое. Мы едем вперед. КОНЕЦ 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 Мадемуазель, у меня сломалось колесо. Вы не подержите вожжи, пока я схожу за мастером. Один момент. Так много, месье? Повозка мне очень дорога, душенькая. Благодарю, месье. Вы такая красавица. Благослови вас Бог. Благослови вас Бог. КОНЕЦ КОНЕЦ Огоняй, мы опаздываем. КОНЕЦ 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 Ты не ранена? А ты? Осторожно. Гортензия поранилась. Они дорого заплатят. Все для единого. Клянусь. Они мне заплатят. Кто у вас главарь? Если скажешь, обещаю быструю смерть. Кто главарь? Говори, кто главарь. Молчит, значит, язык ему не нужен. Глупец. Как она? Уснула. Порезы неглубокие, заживут. И мне. Я вот что подумал. Кто из твоих бывших друзей-аристократов теперь имеет наибольший вес? Не будем о них, Бонапарт. Они и так жестоко наказаны. Ты не поняла меня, дорогая. Я никого не хочу наказывать. Я хочу мирно переговорить с таким человеком. Хочу убедить его, что этот террор не в их интересах. Они лишь оттягивают день возвращения на родину. Поверь, я ищу понимание невозмездия. Кто из них пользуется наибольшим авторитетом? Пожалуй, из них самые влиятельные. Если судить по отзывам, это герцог Данген. Герцог Данген? Да. Бонапарт! Бонапарт, куда ты? Что ты задумал? Бонапарт! Мне нужен герцог Данген. Где он? Его нет во Франции. Покушение на него чревато войной. Где он? Фушей. Гражданин Толеран прав, генерал. Он в Этергейме, в Бадене, близ нашей границы. Князь Баденский предоставил ему убежище. Плевал я на князя. Арестуйте его. Это по меньшей мере незаконно. Я протестую. Ваши действия незаконны. Тут случай особый. Пленный хочет сам командовать расстрелом. Разрешение получено, так как он бывший армейский офицер. Мне это не по душе. Солдаты теряют присутствие духа. Ты лучший стрелок в батальоне, потому тебя и назначили во взвод. Смотри же, раненый нам ни к чему. Нам надо убить наповал. Готовься. Целься. Девильфор. Предатель. Предатель. Проклятый демократ. Ты обманул меня. По его вине погибло 25 человек. Он был готов убить всех вас, лишь бы добраться до меня. Я никому не позволю угрожать мне и моим близким. Это плохая политика. Толеран говорит, что казнь Дангена хуже, чем преступление. Это ошибка. Короны России, Австрии и Пруссии составили союз против тебя. И Швеции. Это хорошая политика? Я объединил Европу. Пусть на короткое время. Вдобавок, это верное начало для моих замыслов. Тебя называют выскочкой. Что они понимают? Эти короли и королевы. Я покажу им, как диктовать императору. Что? О чем ты? Я решил провозгласить себя императором. Зачем? Почему бы и нет? Кто заслужил корону больше, чем я? Нет или желчные монархи, что выседают на тронах Европы? Разве они достойны быть у власти? Их кровь бледна, как вода. Они придурковаты от родственных браков. Пусть попробуют посягнуть на меня. Я смету их и посажу на их троны. Своих королей и королев. Господи Боже. Он поддержит меня. Мы добились конкордата от Рима. Сам папа будет присутствовать на нашей коронации, императрица. Мне страшно. Не бойся, я никому не позволю тронуть тебя. Кто же посмеет? Обидеть мать будущего наследника трона. Тебе надо жить поближе к теплу. Принцам нужно много солнца, так же, как их подданным. Бонапарт, а если я не смогу? Сможешь. Это станет нашим первоочередным делом. Крепость трона имперской власти – наследник. Каково бы ни было могущество правителя, его власть приходящая, если он не обеспечил себя наследника. А если все же не смогу, ты меня разлюбишь? А я и теперь тебя не люблю. Ты это знаешь. Ты – мое наваждение. Моя пагубная страсть. Моя пагубная страсть. Моя пагубная страсть. Где же она? Она спросила личной аудиенции его святейшества. Большой нужды в том нет, а скорее вопрос веры. Тайная молитва за империю Наполеона? Наполеон – это слишком фамильярно в данной ситуации. Да, при таком скоплении народа. И даже без него, Бурьен. Вы не венчаны в церкви, императрица? Нет, ваше святейшество. Что делать? А делать тут нечего. Надо немедля обвенчать вас. Сперва обвенчание, потом коронация. Я не чувствую себя более женатым, чем прежде. Моя пагубная страсть. Во имя Отца и Сына и Святого Духа нарекаю тебя... Я сам себя нарекаю... Наполеоном Первым, императором Франции. И тебя нарекаю императрицей... Жозефиной. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дозвольте говорить, Ваше Величество Говори А как же я? Я ничего не получу, только потому, что мой муж умер А кто заразил его сифилисом? Торговка Пусть я торговка, зато я буду королевой Это правда, Наполеон? Ваше Величество Нет, не правда А она почему же? Потому что она замужем за королем Я стану королем Голландии Правда, Наполеон Ваше Величество Вуи получит Голландию, а мне довольствоваться чумным Неаполем? Все вы будете повиноваться мне Я позабочусь, чтобы вы стали хотя бы принцессами Так или иначе Лусьен Мне от тебя ничего не нужно Ты предал Францию и революцию ради короны Предал? Я иду сражаться с врагами Франции С австрицами, которые хотят вернуть на трон Бурбонов Ну да, у нас есть свой Наполеон Первый Лусьен А как же мой муж? Он будет мужем принцессы И генералом Ты теперь кто, Джан Пауло? Капитан? Джан Карло, сэр Я лейтенант, сэр Будешь майором Почему не генералом? Можно и генералом Пойдет со мной сражаться в Австрию Ты этого хочешь? Благодарю, Ваше Величество Я всегда мечтал быть майором Полковником Ступайте все Уходите Уходите Оставьте меня наедине с женой По крайней мере, мы знаем, кто станет следующим императором Франции Ее сын Сомневаюсь, Полина Зайди ко мне до отъезда, Наполеона Если, конечно, твоя жена не против Постараюсь Я теперь даже ночами должен писать бумаги Постарайся Боюсь, это моя вина Нет, сынок, нет Почему? У нее двое детей, мама Я не могу этого доказать Не скрывай от меня, мама Я чем-то болел в детстве Нет, нет Может, кори или свинка? Нет Илья не исцелился от старого недуга? Ты унаследовала его от отца, а я родила восьмерых Если бы знать наверняка Есть средства Какое? У Полины есть юная подруга Она здорова и невинна Если она забеременеет Ты убедишься Ты убедишься Где твоя подруга Клодина, девственница? Не могла же она ждать вечной мамы. Вот ее младшая сестра Жоржетта. Ты девственница? Думаю, да. Посмотрим. Сядь туда. Точно корова перед ярмаркой. Там только один покупатель. Но он император Франции. Бонапарт? 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 Субтитры подогнал «Симон» Я видела ее Она выходила из гостевых покоев Ты с ней спал, да? Да Да Как ты посмел? Вы валялись голые на постели Как скот в хлеву Ненавижу тебя Как ты смеешь мне указывать? Ты свинья Я император Франции Изменник, блудливая скотина, негодяй На все обвинения я отвечу единственным и неизменным «Я» Значит, что бы ты ни забрал себе в голову Ты обязана покоряться всему И законы морали к тебе не относятся? Нет Хороша дань твоей революции Революция – это я! Вот зачем ты ищешь мне место под солнцем Чтобы вольнее было принимать здесь Твоих женщин Ты ненавидишь меня? Ты меня не любишь Ступай к своим девкам Послушай Нет, нет, нет Я боюсь, это моя вина, что у нас нет ребенка Мне надо было удостовериться Это моя вина, я знаю Девчонка нужна мне только для этого Со мной случилось несчастье в Пламбьерле Бен Я скрыла от тебя Несчастье? Какое несчастье? Я упала Но та дурочка в Египте не падала Что же нам делать? Я тебя никуда не отпущу Родной мой Родной мой Что? 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 Я провозгласил себя императором И сдал указ И указом я назначу себе наследника Гортензия и Луи Если у нее родится мальчик, он будет моим наследником Это возможно? Наша кровь Твоя и моя, ты сама сказала Боже мой Сын Гортензии и Луи Моя Жозефина Как вам было? С той девчонкой Что она делала? То же самое, что и я? Австрия И вновь королевские дома Европы объединились против меня Они угрожали захватить земли, находящиеся под протекторатом Франции И выставили армию в 73 тысячи штыков под Аустерлицем И вновь королевские дома Европы объединились против меня Они идут сдаваться Сдаваться выскочке Шарль Наполеон или Наполеон Шарль? Наполеон второй Со временем Я сменила ему кормилицу Быть может, у него улучшится аппетит Верно, мама? Непременно улучшится Празднуют У его брата, голландского короля, родился сын У императора есть наследник Герцог Дангиен был прав Я предатель Я предал мой класс Мою кровь Мой круг А теперь у моей революции есть император С какой легкостью мы все становимся предателями Знаешь, в чем твоя беда, Машан? Больно много читаешь Мою дитя Мою дитя Перестань Прошу тебя, не надо, родная Гортензия, ты королева Веди себя достойно Польша Русаки Это верно Пруссия Нет, это Польша Будем сражаться против русских в Польше Все они против нас, сержант Все королевские дома Европы Наша революция запугала всех именитых и имущих Они доведены до отчаяния А отчаянные ни перед чем не становятся Вот болваны Не понимают, что мы такая же империя, как и прочие А чего они не приветствуют нас? Они же поляки Вы бы приветствовали поляков, вошедших в Париж? Куда им до Парижа? Они понадеялись на Бога Когда надо было надеяться на пушки Я Наполеон Бонапарт Как вас зовут? Мария Валевская Я хочу быть вашим другом, Мария Валевская А вы будете моим? Это мой муж, ваше величество, граф Валевский Вы оказали нам честь, ваше величество У вас чудесный дом, граф Валевский В нем все на французский лад Мы, поляки, издавна преклонялись перед вашей культурой Это не всегда себя оправдывало, но мы не разочаровались И, надеюсь, не разочаруемся Если вам по вкусу конина, лейтенант Быть может, вам стоит взглянуть на наши конюшни Мы разводим лошадей Охотно Прошу прощения, ваше величество Не угодно ли шампанского? Оно из Франции Нет, благодарю Что все это значит, мадам Валевский? Для чего нас столь явно оставили одних? Из патриотизма, генерал Бонапарт Вы покорили Польшу Вы отправитесь в Варшаву и будете диктовать условия мира Мы надеемся, что вы проявите щедрость по отношению к Польше А взамен мы будем щедры к вам В отношении чего, мадам Валевская? После нашей случайной встречи я сказала мужу, что, по-моему, приглянулась вам Так и сказали? Да Ваш муж еще вполне бодр для своих Семидесяти Ему семьдесят И я люблю его, иначе не вышло бы за него замуж Вы мне В самом деле приглянулись Вы будете зимовать здесь? У нас есть шале в горах Вам будет обеспечен надлежащий комфорт А я сделаю все, чтобы скрасить ваше пребывание Какая прямота Пожалуй, я все-таки выпью шампанского, мадам Валевска Мария Сдаюсь Ты победил, сдаюсь Пожалуйста, не надо Я не хотела Я понимала, что может быть ребенок Но не рассчитывала, что полюблю тебя Как грустно любить того, кто любит другую Научный принцип Два предмета не могут занимать одно место Любовь – это не предмет, это идея И тем не менее Что ты думаешь делать? Мой муж признает ребенка своим Мы уже договорились Наша жизнь озарит новый свет А с тобой Нам больше не суждено увидеться до самой смерти Весенний снег может идти несколько дней Мы будем погребены здесь Я так рад, что у тебя Будет ребенок Я тоже Жозефина Должна признать, ты зародила меня страстью к розам Хотя прежде я больше любила тюльпаны Эти желтые – просто чудо Что с тобой? Ты нездорова? Весь Париж наводнили слухи Об инопарте этой женщине Этой полячке Слухи, дорогая Просто слухи Я написала Евгению Попросила сказать правду Мне он не сможет солгать Тереза Бонапарт влюблен в нее, я чувствую Зачем бы ему вдруг возвращаться? Только за тем, чтобы сказать мне Ты мне, друг Что бы ты стала Что бы ты стала делать? Уезжай Никогда не жди мужчину с дурными вестями Уезжай куда угодно, неважно куда Пусть он тоскует по тебе Пусть едет за тобой Да Но с чего ты взяла, что именно эта женщина? Тереза Ей 17 лет Влюбился? Ты недооцениваешь своего мужа Прости Это ты меня прости У той польки, Марии Валевской, будет ребенок Я его отец Мне нужен наследник Династия должна продолжаться Иначе другие державы перестанут принимать Францию всерьез Разве тот ребенок может быть твоим наследником? Нет Но это доказательство, не так ли? Да Ты собираешься развестись со мной? Я угадала? Когда? Когда? Как можно скорее И развод будет публичным Рождение, смерть и развод в королевских семьях Достояние истории А что будет со мной? Жозефина Что мне делать без тебя? Ты никогда не останешься без меня Между нами все будет по-прежнему Перед Богом и людьми Обращаюсь с прошением О расторжении брака Мы приняли такое решение Одному Богу ведомо, чего мне это стоило Я нашел в себе силу Только потому, что это во благо Франции Выражаю глубокую благодарность Моей супруге Утратив Всякую Надежду Произвести наследника Французского трона Я От всего Сердца Исполненно 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 Ответственно Будучи уверена, что поступаю так Во благо Государства Я посмотрела твой список требований Для невесты Она должна быть из старого дома А не из недавнего Да, она слишком новая Ее семья должна иметь прочные связи Со всеми сильными державами Это исключает Италию И большинство немецких государств Она должна быть нежной Доброй Чувственной Веселой И остроумной Ты слишком требователен Я избалован Я за Марию Лизу Австрийскую Из Габсбургов Говорят, привлекательно Если тебя привлекают Восемнадцатилетние принцессы Договор уже заключен Восемнадцатилетний принцесс Я принцесса Мария Луиза, Ваше Величество Идемте Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наполеон, второй. Славный малыш. Да. Горжусь вами обоими. Мне пора. Куда вы едете? На войну. На последнюю войну. После нее уже никто не посмеет бросить нам вызов. Никогда. Вы не станете больше воевать с папой? Нет. Я иду войной на русских. Это другое дело. Россия. Теперь мы отступали из Москвы. После многочисленных побед русская зима стала моим главным врагом. Я привел в Россию 450 тысяч солдат. Теперь отступаю. Имея всего 40 тысяч. Валют! Валют! Валю Out! Поехали! 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 Самое драгоценное для меня. Зато приобрел весь мир. Да. Надо немедленно возвращаться в Париж и повернуть фортуну вспять. А не то весь мир будет вновь потерян. Маршан! Я здесь. Ты поправишься. Я тебя вытащу. Нет, поздно. Бросьте меня. Ступайте на мост. Скорее. Ступайте. Иначе вы отстанете. Сделайте милость, сержант. Ради старой дружбы. Я сделаю тебе милость. Маршан. Для тебя я сажу вон того стрелка. Вон того, на дереве. Ты увидишь это. Смотри, как он упадет. Дворец Тюйлери. Трудно поверить. Ни одного французского мандира. Все страны Европы нюхали французскую кровь в русских степях. Всем надо насытиться ею. Волки, да и только. Державы-победительницы не станут решать вопрос о вашей судьбе, пока вы не отречетесь от трона. Уверен, вы уже заготовили нужную бумагу. Да. Как водится. Как они со мной поступят? Расстреляют? Или повесят? Есть различные мнения, Ваше Величество, а также ссылка. Куда? На скалистый, дождливый, заселенный крысами остров в Южной Атлантике. На Святую Елену. Англичане не находили ему подходящего применения до сих пор. Если вы пользуетесь влиянием у новых правителей, уверен, вы уговорите их на расстрел. Приложу все усилия, Ваше Величество. Генерал. Толеран. А что намерены делать вы? Я? Я прежде всего разведусь с женой. Святая Елена? Англичане решили его убить. Если его сошлю туда, он наверняка умрет. Сочувствую, но... Только не Святая Елена. Этот остров годится лишь для водяных крыс, муссонов и англичан. Они жаждут возмездия. Будь они прокляты. Увы, нездоровы? Пройдет. Весна. Тисцелит. Все недолги, я уверена. Пускай ссылка. Пускай. Но есть маленький остров Эльба, недалеко от его родной Корсики. Это Корсика в миниатюре. Я служил на корабле, мы бросали якорь в лес Эльбы. Лесное место. До полудня можно пройти почти весь. Больше там смотреть нечего. И совершенно нечего делать. Это ли не наказание? Я больше никогда его не увижу. На этом свете я знаю. Жозефина. Простите. Моя краска течет. Пожалуй, я чересчур нарумянилась перед нашей встречей. Уж и не знаю, помогло ли это, но хотелось предстать перед вами в лучшем месте. Для меня вы всегда были желаннейшие из женщин. Вам это известно. Если утыковаться на ваше участие, я заплачу ее с радостью. Я сделаю все, что в моих силах. И не надо меня подкупать. Позвольте мне один раз в жизни сделать что-то помимо моих собственных интересов. Благодарю вас. Будьте любезны. Нет. В другую дверь. Будьте любезны. Я жду представителей оккупационной власти. Я постараюсь помочь генералу Бонапарту. Ради вас. Даю слово. Куда бы его ни сослали, я попробую строить вам последнюю встречу. Хотя, честно говоря, не слишком рассчитываю на успех. Ни один человек в истории не наживал столько врагов. Тогда скажите ему, прощай от меня. Я еще увижу тебя, отец. Лучше проститься прямо сейчас. Ну, не тревожься обо мне. Мы еще и свидимся. Сын мой. Где она? Наверху. Ей не здоровится. Я ее подбодрю. Я ее подбодрю. Уже весна. Надо вставать, выходить. Нагуливать румянец. Знаешь, в чем твоя главная беда, Бонапарт? У тебя слишком много энергии. Верно. Иногда она меня самого душит. Иди сюда. Сядь со мной. Расскажи мне новости. Как твой сын? Замечательно. Славный мальчик. И, на удивление, здоровый. Пойдет в армию? Нет, не думаю. Он чересчур высок для солдата. Габсбургский рост. Слишком заметная мишень. Надеюсь, он станет математиком. Как я. Я с детства любил математику. Математику орудий. Это хорошая закалка для императора. Он поедет с тобой на Эльбу? Нет. Пока, во всяком случае. Мать увезла его в Вену. На какое-то время. Ну да ладно. Дай мне только время, я таких дел натворю. Построю дорогу. Настоящую дорогу. В духе времени. Дороги нужны людям. Они глазом не успеют моргнуть, как заживут по-новому. Да. Дорога пройдет из конца в конец острова. А строительство не займет много времени. Всего-то 10 километров. Я возведу империю там. Наполеон Первый, император Эльбы. Музыканты будут играть Марсельезу. Я еще рассчитаюсь с теми историками, которые верят в Европу, что была до меня. Быть может, когда-нибудь ты приедешь ко мне погостить? Да. Я бы хотел. Очень. Хорошо. Дай мне знать, когда окрепнешь. Теперь мне есть, о чем мечтать. Жозефина. Моя Жозефина. Ты устала. Дай мне пора. Прости меня. Никогда. И никаких прощаний. Никаких прощаний. Я должен сделать тебе одно признание. Все эти годы я лгал тебе. Говорил, что одержим тобой. Так оно и есть. До сих пор, но я лгал тогда говорил, что я не люблю тебя. Лгал. Я люблю тебя. Я люблю. Любил. И буду любить. Всегда. 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 Будьте. Поехали! Жозефина умерла еще до того, как Наполеон Бонапарт прибыл на остров Эльба. Он умер семь лет спустя, 5 мая 1821 года. 51 год отроду. Его последними словами были «Франция, армия, главнокомандующий Жозефина». Фильм озвучен телекомпанией НТВ Плюс по заказу НТВ. Режиссер Марина Ивашенко, звукорежиссер Александр Зубов, перевод Ирины Заславской. Текст читали Жанна Никонова, Ирина Маликова, Александр Гаврилин, Игорь Тарадайкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова